Гомельский городский центр занятости 8 годин ранится. Что день от сюль на громадские работы накировывается до 6 автобусов. Уся необходимая информация размещается на специальном стенде. А тому выбрать место прессы можно загадя. В управлении по прессе занятостей и социальной обороне кажут, что проблем с комплектованием групп нема. Оплачиваемые общественные работы у нас очень востребованы. Мы на данный момент ездим в комбинат «Восток», «Курицкое фермерское хозяйство», «Агродуравичи», «Лесхоз». И порядка 300 человек мы отправляем каждый день. У Лесгазах сегодня одна из головных задач – посадка древ. Необходно поспеть оптимальные термины. А тому допомога явно не лишняя. У Долголескин леснестве людей, накированных центром занятости, на этот раз протягнули до посадки Бярос. Эти земли неколе выкористовывались под огороды вязковцами. Але после знишения дома уладания упередены для ведения лесной господарки. Особливость таких работ – коллективная отказность. Мы не можем поставить каждому дать отдельный участок, чтобы фиксировать, и не поставить за каждым человеком, чтобы считать, сколько он посадил, количество этих саженцев. Поэтому тут начисляем зарплату общую. Вот их 30 человек приехали, значит, на 30 делим то, что они посадили. Работники у свою шаргу выказывают за уваги до организации працы, у некоторых местах приходится шакать протяглый час, поколь керовниства наладить рабочий процесс. Але самое халунное для накированных центров занятости – по мерзарубку. Прымальный лишится сумма у 10 рублей у день. Если на складах, там немного меньше платят на переборках. Ну, на поле, там, где-то на прополке, там, больше. Ну, где-то рублей 7-8 там выходит. Ну, до 10 рублей. Смотря куда попадешь. На фермах можно было работать, там тоже в пределах 10 рублей платят. Дальше только выездами у господарки пропановы подчасовым працыладкованию Гомелли не обмяжовываются. 31-го саковика, например, у городским центры занятости пройдет День предприемства для жадающих прасовать матросами-выратовальниками. Олесин Цюров, Ольга Коновалова, Валерга Панько, Телерадо, компания Гомель.